Эта программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Фальшивые слезы по НКР. Как Азербайджан закрыл тему сепаратизма Карабаха раз и навсегда. Пашинян принялся за чистку, как Ереван пытается обвинить Баку в своих собственных грехах. Ударил по своим, ради кого Армения идет на разрыв отношений с Россией. На неделе в центре внимания заявление руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомится с условиями реинтеграции, предоставленными Азербайджанской республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, однако она не была признана ни одним государством, членом ООН. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской республики, территория НКР всегда считалась территорией Азербайджана. Более 30 лет НКР была злокачественной опухолью Южного Кавказа. В борьбе за сравнительно небольшую территорию случилось две войны и одна антитеррористическая операция. Погибли тысячи людей с обеих сторон. Все это время Азербайджан добивался справедливости. Но ни ООН, ни Минская группа ОБСЕ не смогли добиться выполнения резолюции ООН. История показала, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Приступить к системной работе по строительству вооруженных сил и всех компонентов силовых ведомств и специальных служб. Укрепить свой авторитет в международных организациях. Стать одним из лидеров постсоветского пространства. Выстроить эффективное взаимодействие с Российской Федерацией. Осуществить многомиллиардные закупки современного вооружения. Все это позволило в результате упорного государственного строительства и развития национальной экономики выйти на рубежи, когда Азербайджан мог уже ставить в практической плоскости вопрос возвращения оккупированной территории. НКР погубила ее недоговороспособность. Здесь есть и вина армянского руководства. Президент России Владимир Путин раскрыл детали переговоров и предложения Москвы, которые были отвергнуты Ереваном. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района, Калибаджарский и Лачинский, остались под юрисдикцией фактически Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось. Хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетий. Десятилетия. Лет 10-15. Ну, разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. На наш вопрос, что вы будете делать, нам отвечали, будем сражаться. Ну, ладно. Значит, в конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Изначально Баку выбрал дипломатический, переговорный путь. Азербайджан, опираясь на международное право, на известные резолюции Совета Безопасности ООН, на нормативно-правовую базу ставил вопрос о выводе армянских оккупационных сил с 20% своих территорий. Армения применяла тактику затягивания переговорного процесса, осуществляла вооруженные провокации. В итоге все закончилось капитуляцией сепаратистов Карабаха, а для непризнанной республики прекращением существования. Безусловно, мы сейчас видим демонтаж сепаратистского режима, который был на территории Карабаха, армянского сепаратистского режима, режима во многом террористического. Мы помним этот минный террор, который осуществлялся боевиками в отношении азербайджанских военнослужащих. Азербайджан торжествует, президент Ильхам Алиев выполнил обещание, данное своему народу. И по мнению российских экспертов, азербайджанский лидер уже вошел в мировую историю. Указово самороспуски сепаратистского режима поставлена точка. Это, безусловно, выдающееся событие с точки зрения и Южного Кавказа, да и всей международной военно-политической ситуации. Потому что впервые в современной истории страна, 20% территории которого была оккупирована, а противнику помогали и США, и Франция, и Европейский Союз, и ведущие европейские лидеры. Доказались бессильны перед волей, целеустремленностью и абсолютно четкой логической политики, организованной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, безусловно, войдет в национальную историю, да и мировую историю, в качестве одного из ведущих лидеров современности. Но впереди еще много работы. На повестке дня — реинтеграция карабахских армян. Еще по ходу переговорного процесса руководство Азербайджана брало на себя ответственность за людей, проживающих в Карабахе. Им гарантировали безопасность, все права, которыми наделены граждане Азербайджана, возможность остаться жить в своих домах. Главные условия — получение азербайджанского паспорта и неучастие в военных преступлениях. Мы видим, что руководство Азербайджана избрало тактику подчеркнутого великодушия, подчеркнутой цивилизованности, подчеркнутого уважения к правам людей. То есть, если вы хотите получить гражданство Азербайджана, жить на территории Азербайджана, то так и быть, великодушный азербайджанский народ дает вам это право. Но необходимо убедиться, что вы не совершали военных преступлений, что вы не занимаете чужие дома, чужие территории, что вы согласны получить гражданство Азербайджана, жить под оконом Азербайджана и, собственно, в согласии с азербайджанским обществом. То есть, реинтегрироваться, учить азербайджанский язык И в целом быть лояльными и законопослушными гражданами Азербайджана. У карабахских армян также есть выбор уехать, если они не хотят получать азербайджанский паспорт. А вот к верхушке карабахского клана в Баку много вопросов. Поэтому они предлагают лидерам НКР сдаться азербайджанским властям. И уже есть те, кто пошел на такой шаг. Бывший министр иностранных дел НКР Давид Бабаян первый, кто сообщил о решении сдаться властям Азербайджана. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Все вы знаете, что я включен в черный список Азербайджана. И азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Ханкинди в Шушу. А вот экс-госминистр Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через контрольно-пропускной пункт Лачин. Его заключили под стражей на 4 месяца. Обвинения выдвинуты по 3 статьям. Финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований. А также незаконное пересечение границ. Для простых мирных граждан, бывшей НКР, в Азербайджане создан специальный портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха. Реинтеграция будет постепенной. И что самое главное, Азербайджан не обнулил соглашение о нахождении российских миротворцев в регионе. Они останутся в Карабахе до 2025 года. Об этом во второй части нашей программы. Армянские власти быстро оправились от шока и взялись за старое. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает обвинять Азербайджан в этнических чистках. Выход армян Нагорного Карабаха продолжается в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки. Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депатриации, о чем мы давно предупреждаем международное сообщество. Заявление Пашиняна подкрепила пресс-секретарь, премьер-министр Армении Назели Багдасарян. Она сообщила в соцсетях, что в страну из Нагорного Карабаха въехали 90 тысяч жителей региона. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян. Но здесь возникает главный вопрос, о каких этнических чистках твердит руководство Армении. Люди сами принимают решение уехать или остаться. Азербайджан никого не принуждает покинуть Карабах. Это личное и индивидуальное решение жителей. И даже наоборот, в Азербайджане призывают карабахских армян остаться. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества. Тем же, кто решил уехать, азербайджанцы также оказывают поддержку. Кадры в очереди на границе показывают, что власти Азербайджана снабжают стоящих в пробке на границе с Арменией карабахских армян едой и водой. Помогают старикам оказывать медицинскую помощь. Также азербайджанские пожарные и медики участвовали в ликвидации взрыва бензохранилища, в результате которого погибло более ста человек. В Кремле призвали не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха на территорию Армении. И считают, что прямой причины для этого нет. Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет. Но власти Армении настаивают на отправке в Карабах для контроля за гуманитарной ситуацией и обеспечением прав армянского населения полноценной миссии ООН или иной международной миссии. Армению в этом поддерживают за океаном. Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США вместе с партнерами обсуждают возможность отправки такой международной миссии в Карабах. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международная наблюдательная миссия в Карабахе возможна только с согласия всех сторон. При этом в администрации президента Азербайджана заявили, что не видят необходимости в такой миссии. Баку готов организовать в ближайшее время поездку в Карабах представителей исключительно азербайджанского офиса резидента, координатора ООН. В Азербайджане четко дают понять, что Карабах это суверенная территория Азербайджана и чужие здесь не нужны. Баку устраивают российские миротворцы, которые пока остаются в Карабахе. Российские эксперты считают, что это решение Азербайджана логично. Это позволяет руководству Азербайджана дезагуировать все заявления руководства Армении и общественности Карабаха армянской о том, что есть какие-то злоупотребления, не дай бог этнические чистки и так далее. Собственно говорится, там есть миротворцы, никаких проблем нету, что же вам еще нужно, не надо здесь врать. В общем-то это тоже очень выгодная история для Азербайджана, которая позволяет ему полностью разбить вот этот просанкционный нарратив. Такой расклад не устраивает новых друзей Армении, поэтому их руками на Западе будут делать все, чтобы ослабить позиции Москвы на Южном Кавказе. Об этом в третьей части нашей программы. На неделе разгорелось новое напряжение в отношениях между Россией и Арменией. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении начала рассмотрение проекта ратификации Римского статута Международного уголовного суда, согласно которому республике придется исполнить решение суда в отношении президента России Владимира Путина. Ереване уверяют, что этого не произойдет и направили Москве странное предложение заключить двустороннее соглашение по этому поводу. Мы предложили Российской Федерации заключить двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Армении опасения России развеялись. Правительство Армении утверждает, что республика, дескать, рассматривает принятие статута МУС не против России, а для реализации своих национальных интересов. Армянский премьер ранее заявлял, что возможная ратификация Римского статута связана с обстановкой на границе с Азербайджаном. Поскольку такая позиция не удовлетворила, МИД России сделал резкое заявление. До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Армении Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы ордера на арест высшего руководства России. Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена. Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен. А вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что подобные решения будут негативно влиять на двусторонние отношения стран. Армения — суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения. Потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем. Мы не являемся его участниками. Глава МИД России Сергей Лавров знает, откуда ноги растут. Министр уверен, что Армения пляшет под дудку Соединенных Штатов. Лавров в интервью агентству ТАСС напомнил, какая судьба ждет тех, кто пошел на сделку США. Вы знаете, там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Но, во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. Если они полагаются на Соединенные Штаты, как, в общем-то, прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районов мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна. Пока Армения продолжала недружественные шаги в отношении Москвы, российские миротворцы спасали карабахских армян от трагического происшествия на бензоколонке. Тяжело пострадавших людей доставляли в Армению на автотранспорте и вертолетах. Миротворцы также героические. Некоторой ценой своей жизни во время боевых действий дали убежище на своей базе тысячам жителей непризнанной республики. Однако в Ереване продолжают во всех бедах винить миротворцев и Россию. Азербайджан, как мы говорили выше, наоборот, понимает значимость и нужность миротворцев на данном переходном этапе. Президент Франции вовсе обвинил Москву и Баку в сговоре. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Франции Макрона фантазером. Фантазер, что я могу сказать. Такое завернуть, знаете, нужно было только с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь. Это подстрекательство в том числе. Это провокативная лексика и действия французских представителей. Их, очевидно, также их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, имеющего свою цель возвращения мира в регион, а исключительно собственные политические интересы. Кроме того, на брифинге Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель оказывают воздействие на Ереван, чтобы армянское руководство приняло решение о выходе из ОДКБ. По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян. Российские эксперты предупреждают, что действия Еревана не будут спущены на тормозах. У России глобальные национальные интересы на Южном Кавказе, связанные с экзистенциальной безопасностью страны. У нас интерес, во-первых, в том, чтобы все-таки отношения с Арменией могли развиваться после вот этих известных постмажоров, а второе, развивать отношения с Азербайджаном без другими странами после Советского профсоюза. Пока Армения заигрывается с Западом, другие региональные игроки будут строить крепкое будущее. Президент Турции во время посещения Нахичеванской автономной республики заявил, что если Армения не согласится на Зангизурский коридор, Турция согласна на сухопутный путь в Азербайджан через Иран. Россия совместно с Азербайджаном и Ираном создает недостающий участок железной дороги, который свяжет Иран и Азербайджан. Армения же будет вынуждена жить на дотации европейских стран. Но тогда про независимость Еревану придется уж точно забыть. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания.